Ситуация в зоне ответственности народной милиции, застегшей сутки и в существенных изменениях, не претерпела и характеризуется как стабильно напряженной. Вчера украинские каратели три раза нарушили режим прекращения огня. Так, в 16.48 с направления населенного пункта Трехизбинга военнослужащие 92-й отдельно моторизированной бригады вооруженных сил Украины, командиром которой является полковник Николек Виктор Дмитриевич, обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Красный Лиман. Из АГС произведено 25 выстрелов. В 21.55 обстрел с направления населенного пункта Трехизбинга по военнослужащими 92-й отдельно моторизированной бригады вооруженных сил Украины, обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Славяносербск. Из 82-го миномета выпущено 11 мин. В 22.05 обстрел с направления населенного пункта Трехизбинга военнослужащими 92-й отдельно моторизированной бригады вооруженных сил Украины. Обстрел ввелся с населенного пункта Трехизбинга по населенному пункту Красный Лиман. Из БТР произведено 3 выстрела. АГС произведено 29 выстрелов. И использовался также крупнокалиберный пулемет «Утес». В результате обстрелов жертв и разрушений нет. Вооруженные силы Украины продолжают нарушать условия пребывания военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные минскими соглашениями. А также используют режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемого АТО. Так, по информации нашей разведки, 20 марта в населенном пункте Багуславская Бабасленского района, находящейся в зоне ответственности 59-й отдельной моторизированной бригады вооруженных сил Украины, На удаление 2-х километров от линии боевого соприкосновения прибыло 6 танков и 8 БМП. Этот и подобные факты дают основание руководству республики и также народной милиции не ослаблять бдительность, уделять особое внимание вопросам защиты и боеспособности Луганской народной республики. Продолжение следует...